Глава девятая, третья книга царств. Читаю с первого стиха. После того, как Соломон кончил строение храма Господня и дома царского, и все, что Соломон желал сделать, явился Соломону Господь во второй раз, как явился ему в Гаваоне, и сказал ему Господь, Я услышал молитву Твою и прошение Твое, о чем Ты просил меня. Я осветил сей храм, который Ты построил, чтобы пребывать имени Моему там вовек. И будут очи Мои и сердце Мое там во все дни. И если Ты будешь ходить пред лицом Моим, как ходил отец Твой Давид, в чистоте сердца и в правоте, исполняя все, что Я заповедал Тебе, и если будешь хранить уставы Мои и законы Мои, то Я поставлю царский престол Твой над Израилем вовек, как Я сказал отцу Твоему Давиду, говоря, не прекратится у Тебя сидящий на престоле Израилевым. Если же Вы и сыновья Ваши отступите от Меня и не будете соблюдать заповеди Моих и уставов Моих, которые Я дал Вам, и пойдете и станете служить иным богам и поклоняться им, то Я истреблю Израиля с лица земли, которую Я дал ему, и храм, который Я осветил имени Моему, отвергну от лица Моего, и будет Израиль притчою и посмешищем у всех народов. И о храме этом высоком всякий, проходящий мимо Его, ужаснется и свистнет и скажет, за что Господь поступил так с этой землей и с этим храмом, и скажут, за то, что они оставили Господа Бога Своего, который вывел отцовых из земли египетской, и приняли других богов, и поклонялись им, и служили им, за это навел на них Господь все бедствие сие. По окончании двадцати лет, в которые Соломон построил два дома, дом Господень и дом Царский, на что храм царь Тирский доставлял Соломону деревья кедровые и деревья кипарисовые и золото по его желанию, царь Соломон дал храму двадцать городов в земле Галилейской. И вышел храм из Тира посмотреть города, которые дал ему Соломон, и они не понравились ему. И сказал он, что это за города, которые ты, брат мой, дал мне? И назвал их землею Кавул, как называются они до сего дня. И послал храм царю сто двадцать талантов золота. Вот распоряжение о подате, которую наложил царь Соломон, чтобы построить храм Господень и дом свой, и Милло, и стену Иерусалимскую, Гацор и Мегиддо и Газер. Фараон царь Египетский пришел и взял Газер, и сжег его огнем, и Хананеев, живших в городе, побил, и отдал его в преданное дочери своей, жене Соломоновой. И построил Соломон Газер и Нижний Бефарон, и Валааф, и Фадмор в пустыне, и все города для запасов, которые были у Соломона, и города для колесниц, и города для конницы, и все то, что Соломон хотел построить в Иерусалиме, и на Ливане, и во всей земле своего владения. Весь народ, оставшийся от Амареев, Хиттеев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев, которые были не из сынов Израилевых, детей их, оставшихся после них на земле, которых сыны Израилевы не могли истребить, Соломон сделал оброчными работниками до сего дня. Сынов же Израилевых Соломон не делал работниками, но они были его воинами, его слугами, его вельможами, его военачальниками и вождями его колесниц и его всадников. Вот главные приставники над работами Соломоновыми, управлявших народом, который производил работы, было пятьсот пятьдесят. Дочь Фараонова перешла из города Давидова в свой дом, который построил для нее Соломон. Потом построил он Милло. И приносил Соломон три раза в год всесожжение и мирные жертвы на жертвенники, которые он построил Господу, и курение на нем совершал пред Господом. И окончил он строение дома. Царь Соломон также сделал корабль в Ецион-Гавере, что при Елафе, на берегу Черного моря, в земле Идумейской. И послал Херам на корабле своих подданных корабельщиков, знающих море, с подданными Соломоновыми. И отправились они в Офир, и взяли оттуда золото четыреста двадцать талантов и привезли царю Соломон.